Шинник принимает Уфу. Критически важное противостояние для обеих команд. Почему, вы спросите, это все так серьезно, важно и ответственно? Потому что команды идут вблизи зоны вылета, и Шинник уже в эту зону. Опускается 16-я позиция и 6 очков, но Уфа недалеко ушла. После 8 проведенных встреч у Уфы также 6 баллов, и только по дополнительным показателям Уфа пока обходит Шинник. И, соответственно, это тот случай, уж простите, не буду говорить, что это матч за 6 очков и так далее, по привычным комментаторским штампам. Но об этом позже, пока готовится розыгрыш. Неплохо! А как тебе такое розыгрыш? Да, видимо, домашняя заготовочка здесь была. Самойлов на Бен, Азиза за Гре, да, центральный защитник за Гре, и Олейников, и Черный, все там. Ну да, есть мощные ребята у Шинника, способные побороться в штрафной. Вот это красивый розыгрыш, и передача, и гол забивает Шинник! 1-0, но это, в общем, со вкусом. Это мастерские, это на уровне, и забивает Захар Федоров, откликнувшись вот на такую симпатичную передачу. Первый мяч Захара Федорова за Ярославский Шинник, и доволен у нас, конечно же, наставник Ярославцев. Поэтому есть и женское лицо все-таки у футбола. Вот здесь перехват классный, великолепно разобрался Олейников, и может пробить удар над Перекладиной. Вот что значит человек дело. Сам перехватил, сам продвинулся и сам пробил. Все сделал индивидуально, и достаточно удар-то хороший получился. Да, высоковато, но с этой точки пробил. Сделал передачу, но не получилось. Здесь же Гуренко с левого фланга. Опасно может быть, и здесь немножко мячик бы помягче отработать, либо сделать передачу, но, наверное, занесем в актив. Кто здесь там был-то? Подача справа. Это удар, это удар! Слушай, я как-то вот ожидал подачи, да, в итоге Зиньков решил пробить в ближний. Это было достаточно опасно, и на такой ноте завершается. 15-го числа Зиньков пятый, и Захар Федоров, автор пока единственного мяча, под номером 11-м. Опасно здесь было. Алексей Чернов здорово под Катием простелился по газону Ярославского Шинника. Атакует уфимская команда, и опять же, есть возможность пробить удар в створ. Неприятный удар для единицы Вамбольта. Как итог, даже не с первой попытки Вамбольт забрал. И знаете, вот сейчас по ходу матча ротация. Сначала хотели заменить девятого номера Дайва, но здесь... Давайте сейчас посмотрим подачи. И Джонатан замыкает эту передачу штрафную. Причем плечом скидывал. Пусть и заваливался в сторону ворот, но уходил за лицевую. А вот это было неплохо. Это было очень хорошо. Перчонок подключился и кивнул головой. Вамбольт находился в нужном месте. Адаев и Лошкин, соответственно, вышли. Мацкарашвили, Гастарафагиян и Мулин. Вот он как раз, Мулин, в штрафной борется. И мяч-то, кстати, забирает. И моменты можно пробить. Удар! Удар! И Денис! Вамбольт! Два шикарных сейва от голкипера Шинника. Причем, если в первом случае отбивает перед собой, но там вопросов особых не возникает, учитывая происходящее. Но потом, как вытащил из-под штанги в ближнем углу, это просто аплодисменты. Уфа должна сейчас была сравнивать, но это сейв получается, ну, я уже могу сказать, наверное, матча. И в топы он попадет точно. Вамбольт оставляет Шинник пока в игре. И сразу же двойная замена. Возможно, она очень сейчас выгодна. Но еще не вечер. Разыгрывает Уфа. Подача следует. Тоже очень опасно. Подбор останется за уфимцами. Можно пробить издали. Удар следует. Хороший удар. Плотный, но высоковато. Ну, из игры опять снимает весь воздух. Центральный защитник Ярославского Шинника. Играет очень-очень классно. Он активно действовал в первом и во втором отрезке этого матча. Ну, вот этого игрока мы с вами можем отметить. А еще смотрим, что... И это чемодан! Как же так? Как же так? Нужно было Гияну здесь забивать. Но Вамбольт, похоже, заколдовал свои ворота. Очень острый эпизод. Еще один хороший момент для Уфы. Передача в центр. Неудобный пас. Перехват в исполнении Ярославской команды. И Жмалединов решил пробить. Жмалединов. Вот такое решение. О-о-о! Да! Невероятный мяч. 2-0. Жмалединов дарит яркие эмоции всей первой лиге. Такое нужно забить. Такое нужно пережить. Такое нужно точно видеть. Вот теперь этот матч точно войдет в историю. Матч девятого туром ЛБЦ первой лиги. Шиник Уфа. Тимур Жмалединов сбивает собственные половины. Передавая привет. Принимая эстафету у черноморца. Нарушения здесь правил не было. Судья свистока не дает. И на подборе, на подборе капитан здесь перчонок. И передача. Вот она идет за шиворот Вамбольта. И матч Вамбольта продолжается сегодня. Ну, несомненно. Кроме двух игроков, которые забили в раме. Вамбольт сегодня хорош. И сохраняет пока свои ворота на замке. Последние секунды матча звучит свисток Ярослава Хромея, завершающий эту встречу. И встреча завершается исключительным позитивом для ярославских болельщиков 2-0.